Всем привет! Из заснеженного Техаса сводки с полей, стихийное бедствие! Допрыгались, добили себя по коленям, допричитались, накаркали! Такой температуры в Техасе не было с 1894 года. Ночью температура опускается до минус 10, чтобы вы знали, это здесь вообще бывает раз в году ноль, один раз в ночь, и все. Минус 10, несколько дней, это, конечно, все. Катастрофа, стихийное бедствие, весь город встал, все замерзли. Самой первой проблемой оказалась неспособность электрических компаний обеспечить необходимым количеством электричества, потому что, наверное, процентов 70 домов отапливается электричеством, остальные имеют газовое отопление. И в ночь с пятницы, с воскресенья на понедельник, господи, я заранее прошу извинить, это видео выйдет абсолютно без редактирования, потому что редактировать негде, интернета нет, делаю все на телефоне, как получится. Так вот, в ночь с воскресенья на понедельник, когда температура упала до минус 10 ночью, и все покрылось снегом, в час ночи отключили электричество в очень большой части города, не везде, у некоторых счастливцев оно было, у других счастливцев, у которых есть газ, как-то они спасались, но, в общем, большая часть города оказалась без отопления совершенно, все покрыто снегом, везде темно, на перекрестках, естественно, светофоры не работают, и это, вы знаете, вот просто зомби, апокалипсис какой-то. И, конечно же, утром народ проснулся, дома остывают, я не завидую семьям с маленькими детьми, кто это не предусмотрел. У нас, как у штатов, в котором ураганы, это явление практически регулярное, ежегодное, люди в основном к таким вещам как-никак готовы. Если у них маленькие дети, то это какие-то возможности подогревать, это детское питание. Если это люди с какими-то сложностями, проблемами, то это, господи, забыла слово, не рефрижератор, как называется, генераторы. Это генераторы, которые здесь есть, наверное, ну, процентов у 15, это не точно. Мне кажется, вот так по ощущениям, среди моих друзей, у части из них есть генераторы разного размера, разной мощности. У друзей, от которых я сейчас еду, у которых я пробивалась, заряжала телефон, пила горячий чай, тусовалась 2 часа. У них генератор огромного размера, почти размером с гараж, он обеспечивает целый дом в течение, вот, пока работает этот на газон у них. Вот, и, конечно же, губернатор Техаса в преддверии этого всего, а прогноз был за две недели, когда говорили, что будет такая температура, губернатор Техаса нагонялась страху, говорил, ребята, отнеситесь к этому серьезно, это будет апокалипсис. Ну, к серьезному ни к чему не относимся, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, кто пережил Харви, тому уже вообще море по колено. Поэтому сказать, что прям так сильно подготовились, я не знаю. Не было в магазинах варежек теплых, это я могу сказать точно накануне. Не было очень многих видов продуктов, которые можно употреблять без подогрева, без приготовления. Большая сложность была купить пропан в канистрочках тоже уже за день до похолодания. Но, тем не менее, все равно очень многие люди оказались не готовы к тому, что в течение 16 часов не будет электричества, то есть дома полностью, сами понимаете, горячая вода тоже на электричестве у тех, у кого электричество в доме. Соответственно, нет света, нет горячей воды. У многих, почему-то отключили воду вообще. Это связано с тем, что не бывало в Техасе таких погод, и они не очень понимают, как справляться с похожими ситуациями. И были очень два разноречивых совета в сети и на официальных сайтах. Одни говорили, оставьте холодную воду, чтобы она чуть-чуть капала из крана, чтобы вода в трубе не замерзла. Другие говорили полностью наоборот, отрубите дом от центральной трубы, ну, выключите и включите все краны, чтобы вода вытекла, чтобы у вас не было воды нигде в трубах, для того, чтобы она не замерзла. Ну вот, видимо, почему централизованный дистрикт, который обеспечивает водой, у некоторых решил просто эту воду отрубить, чтобы на всякий случай не баловались. И это тоже сильно не весело. Основной целью, как пишут официальные источники, отключение электроэнергии в таких масштабах и так повредить своим жителям, была, конечно же, цель, чтобы иметь возможность поддерживать самые ключевые жизнеобеспечивающие точки. Больницы, пожарные станции, полицейские участки, для того, чтобы они могли обеспечивать всем необходимым, точно так же, как оказалось очень важно, это магазины. Потому что на следующее же утро все те, кто не воспринял это всерьез, или ему стало скучно, или в надежде на горячий кофе, потому что здесь в продуктовых магазинах, в принципе, наверное, как и везде в мире, бывают такие кафетерии, где можно купить горячий кофе, потому что дома вы же не можете его сделать, у вас нет ни отопления, ни воды, ни электричества, никакого кофе. Эти магазины, для того, чтобы они работали, у кого-то из них, конечно, есть свои генераторы, у кого-то нет, и им тоже предоставляли такую возможность. Сейчас говорят много о том, что к этому печальному последствию привела, конечно же, полная неподготовленность, но трудно быть подготовленным к такому, что случается раз в 1894 год, сколько лет назад был, раз в 200 лет, к такому трудно приготовиться. Шел дождь, который медленно-медленно с похолоданием превращался в снег, и этот дождь в некоторых районах облепил таким количеством льда все возможное, на что он падал, в том числе и провода, что, в общем, провода вышли из строя. Здесь, конечно же, у нас к такому непривычные, поэтому и сами дома, те самые пресловутые американские дома из картона, они совершенно не приспособлены для сохранения тепла. Они и для сохранения холода не все приспособлены. Летом часто для того, чтобы сохранить больше прохлады внутри, закрывают окна снаружи специальными сетками-скринами. Ну а зимой, честно говоря, ходила по району, и эти огромные окна от пола до потолка, никто не догадывается завешивать одеялами изнутри, как сделала я. Это первое, что я сделала, когда поняла, что дело пахнет керосином. Да-да-да, вместо того, чтобы ходить по соцсетям и причитать «Мы все умрем», я занялась всеми возможными мерами, которые еще можно предпринять в доме. Я так и не решилась затопить камин, потому что пожара мне еще не хватало. Но у меня в моем локальном масштабе все хорошо, все благополучно. Ночью отопление включали, электричество включали, в 10 вечера торжественно зажегся свет, включился обогреватель, и всю ночь спали мы с Тильдой, как принцессы. Утром нам к 8 утра сказали, так, вы свой кофе выпили, барыня, хватит вас. Здесь называется ролень, то есть в одном районе выключают, дали людям попользоваться, сварить себе кашу, наварить цыпленка, погреться, принять душ. В этом районе выключают, включают в следующем, потому что мощности по-прежнему не хватает. Другая проблема – дороги. Опять же, так как здесь никто не знает, как ездить, те либо предпочитают сидеть дома, потому что дорога была особенно в воскресенье ночью, когда шел дождь, который превращался на лету в лед, дорога была зеркалом, катком. Понятия зимней резины здесь не существует, никаких цепей не существует, потому что раз в 200 лет, понятно, кому это нужно. Плюс второй момент – дорожной техники тоже нет, потому что ее не нужно, раз в 200 лет, кому это нужно, приобретать парк специальных машин, все вот эти реагенты, обучать людей. Не нужно, нету, не умеют этим пользоваться. Поэтому дорога была как абсолютное зеркало, никто никуда не ездил, все сидели дома. В течение дня, слава богу, что мы все-таки в Южном штате, в течение дня температура значительно повысилась, но все равно было ниже нуля, но из-за того, что солнце очень яркое, на дорогах этот накат растопило, и дороги теперь грязно-кашные, как в старые добрые времена в Москве. Как мы все смеясь теперь говорим, Таня собиралась в Москву летом и сказала, нет, в Сибирь не доеду слишком далеко. Сибирь обиделась и сказала, тогда я сама к тебе приеду. Третья проблема – это люди из самых уязвимых слоев населения, это пожилые люди, это бездомные. Они, конечно, страдают сейчас больше всего, им все, кто может оказывать всемирную помощь, разнообразные службы, как могут там активизироваться. Но это я все знаю только понаслышке, что я знаю не понаслышке и вижу воочию. Это опять, как все люди стали в одном едином порыве поддержать друг друга и друг другу помочь. Сегодня утром я вышла пройтись, ну что может быть лучше, чем пройтись по морозу в минус 10 градусов, правда же? Особенно, когда дома всего там плюс 10. Но все равно приходишь домой после прогулки по морозу, дома чувствуется теплее. Я встретила соседку, и она спросила меня, все ли у меня хорошо, все ли в порядке. И говорит, а у нас газ, у нас в квартире газ, а у вас? Говорю, ой, как классно, как вам везет, вы хотя бы можете делать горячий чай. Но на меня посмотрела, да, из тех американцев, которые думают, что горячий чай – это когда вы в магазине покупаете бутылку холодного чая и разогреваете. Я говорю, да нет, надо кипятить воду и бросить туда чай в пакетиках. Она говорит, ой, приходи, приноси свой чай, сделаем тебе чай, если нужно. И я вижу много очень на нашем фейсбучной группе Ask Spring, которую я упоминала в предыдущем видео, народ прямо откликается и предлагает, у меня есть свет, у меня есть вода, приезжайте, кому надо, помойтесь, приезжайте, кому надо, там, поброетесь, приезжайте, кому надо, там, в туалет сходите. Ну, а тоже, да, сами подумайте, если у вас нет воды, если в кране нет воды, значит, вы же даже и в туалет сходить не можете. А на улицу тут не пойдешь, здесь ни у кого нету этого деревянного домика с прорезью в конце огорода, как в наших сибирских огородах. Такая вот Сибирь к нам пришла. Когда меня мои местные знакомые расспрашивали, отскребая утром машину и сметая с нее вот эти глыбы льда, это вот так же, как у тебя было в твоей московской, в твоей сибирской жизни. И когда мы по дому ходили полностью одеты, потому что дома так же почти, как на улице, я говорила, нет, милые, у нас в Сибири все не так, потому что у нас такая жизнь всегда, и мы к ней, что, правильно, полностью приспособлены. Мы, в отличие от вас, одетые, не спали, мы спали голиком или в какой-нибудь там пижамочке легкой, потому что в домах у нас было тепло, да, в Сибири все на это нацелено, все под это заточено, потому что мы что, ну, понятно, ориентируемся на то, что этот климат всегда, а не раз в 200 лет. Так что местные, конечно, оказались бедные и несчастные, в снежки играют, все, я вижу, катаются на лыжах, у меня соседи катались на лыжах перед домом, это было так смешно, но у меня телефон был абсолютно разряжен, электричества же нет, я не сняла для вас этот эпизод, даже если бы сняла, куда я, я сейчас ничего не монтирую, видео это пойдет прямо напрямую вам вот с места событий. Я собиралась, конечно же, как настоящий журналист сделать какую-нибудь бродилку, пойти там и строгим голосом все это рассказывать и показывать, но потом поняла, что бродить-то, сука, холодно, ну и потом, это все такое, я тут вам не первый канал, не Игорь Бовин и Международная панорама, абсолютно субъективно, вот такая вот история. Сегодня обещают, что это последний день трендеца, завтра уже будет теплее, послезавтра еще теплее, а к концу недели, к концу недели к субботе будет 20, не знаю, как у кого, у меня будет 28, потому что я еду в Мексику, не могу дождаться. Надеюсь, что все обойдется малой кровью, да, абсолютно однозначно, очень много всего померзло, у меня во дворе абсолютно замерзло все, и мне кажется, даже моя пальма замерзла, но с другой стороны, ну что теперь делать-то, ну замерзла, ну что ж теперь вешаться, ходить опять по всем интернетам и причитать, о боже мой, пальма замерзла, пальма от этого не отмерзнет. А знаете как, я сейчас читаю очень интересную книгу, и автор очень хорошо говорит «We all die anyway, why be miserable?» Мы умрем в любом случае все, так почему жить и быть несчастными? Так что сворачиваемся к клубочкам, я ввезу от друзей чашку горячего чая, концентрируемся на дороге, Таня, чашку горячего чая, две бутылки горячей воды, положу одну в ноги, вторую под бок, тильду, буду читать, скачала себе две книжки, буду читать. Дома у меня, конечно, не идеально, могло бы быть потеплее, но это последний день, завтра уже обещают, что все будет по-другому. А, самое главное преимущество-то, сегодня рабочий день, но мне даже не пришлось не придумывать никакие отговорки, потому что рано утром от босса пришла смс-ка, мобильный тоже работает плохо, но по крайней мере чуть лучше, чем интернет. Пришла от босса смс-ка, где он сказал, «Ребзя, в связи со всей этой катастрофической ситуацией, расслабьтесь, ничего от вас не требуется, все-все понимаем». Главное, и было так приятно, «Stay warm, let me know if you need any help». Надо было написать ему, «Можете вы меня приехать погреть немножко, что-то я замерзла». В общем, ребята, вот такая история, ну вот такая катастрофа в Техасе, как-то справляемся, как-то выживаем, надеюсь, что у вас тоже у всех все хорошо. Я видела, многие мне писали в Инстаграме, что это не только техасская тема, что во многих городах, странах, континентах странное похолодание. Пожалуйста, пишите в комментариях, где вы и какая у вас сегодня погода, и как вы справляетесь и выживаете. Я, конечно, понимаю, что внезапно ударившие морозы в Москве и снежные заносы воспримутся как досадное недоразумение, но никому не станет это такой трагедией-катастрофой, как здесь, например. Но все равно это неприятно, поэтому я вам всем желаю пережить это с наименьшими потерями. Читайте, отдыхайте, делайте, что давно откладывали, то есть побыть с собой, подумать о своих каких-то планах на будущее. У меня вот вам, знаете, какой прикол есть. Я недавно проходила очередную лекцию в рамках своей сертификации на вот эту новую технику. И старая забытая техника, которая работает всегда, после того, как вы ее сделаете, вы будете себя чувствовать в миллион раз лучше, опишите свой идеальный день. Так, как будто бы все возможно. Опишите свой идеальный день. Не обязательно писать, можно рассказать его себе, ну, как можно более эмоционально, как можно более вовлеченно. Это всегда доставляет такое хорошее настроение, во-первых, а во-вторых, ну, глядишь, получите какие-нибудь инсайты. Вот, это были 5 минут психологии с Таней Генерал. Я желаю вам всем тепла, я желаю вам всем здоровья. Увидимся скоро, скоро увидимся. Завтра расскажу, что происходит. Пока-пока.